Микс Ньюз. Утро на Болткоме. Напоминаю, телефоны прямого эфира 672 12 93 9, 672 13 93 9. Также у нас есть номер ватсапа, который вы можете нам писать. Это 230 6191. Мы думаем, вопросов будет много. Все-таки меняется у нас сейчас ситуация в Риге. Сейчас об этом поговорим. Да, вот интересная ситуация впервые в новейшей истории в Латвии. Я думаю, может быть, всего Европейского Союза. Вчера был последний рабочий день Рижской Думы, столицы государства ЕС. Такой интересный президент создан, и депутатов больше нет. С сегодняшнего дня уже временная администрация должна приступить к работе. Но зато остается на боевом посту, есть, так можно сказать, исполнительный директор Риги Юрий Зарадзевич. У меня такое ощущение, что до прихода временной администрации вы в этом огромном здании, ну, кроме, конечно, технического персонала, секретарей охраны, будете один. Доброе утро. Ну, я думаю, что задач будет намного больше, потому что с 1 января еще добавилось управление долями капитала муниципальных предприятий. Ну да, я думаю, что вот сейчас я отсюда пойду встречаться уже. Они вступили в обязанности с новыми тремя коллегами, администраторами, чтобы понять, какие у них планы, какой у них мандат, что они могут. И, как вы знаете, ну, первое, что мы обсуждаем вопрос, могут и хотят ли принять городской бюджет на этот год. Это один из самых важнейших вопросов, который хотелось бы понять. Вот, может быть, так, чтобы рижане, которые не все, естественно, юристы в нюансах понимают вот все происходящее. Все-таки, что касается бюджета, мы знаем, что если бюджет не принят на текущий год, то тогда каждый месяц выделяется 1,12 бюджета прошлого года. Как это происходит? Госкасса перечисляет деньги. Вообще, как это все происходит? Наш департамент финансов, он распределяет планы. Это не обязательно, что каждый департамент получает 1,12. То есть план финансирования может быть таков, что в январе больше или меньше. То есть это средняя статистическая цифра. Но, во всяком случае, никаких новых начинаний, которые были вне бюджета, не могут происходить. Но зато я могу сказать, что я думаю, что не будет проблем с продолжением, скажем, внутриквартальных работ. Работы, которые были уже преднамечены на улучшение дорог. Также вопросы продолжения ремонтов мостов. То есть такой вакуум власти не будет? Нет. Ничего не будет происходить вообще? Нет, такого нет. В одном случае было бы вакуум власти, если, скажем, был бы снят председатель Думы, а заместителей нет. А такая ситуация была почти? Да, мы анализировали в администрации уже такой сценарий С, черный такой сценарий. Как бы тогда было бы, но такое не наступило. И поэтому сейчас, да, три человека, которые назначены по закону, они исполняют роль 60 депутатов. То есть, в принципе, они могут даже собираться на заседании комитета, собирать Думу. Они, в принципе, считаются, что они Дума. И в том числе мы уже с ними обсуждали то, что, ну, они не могут просто за закрытой дверью это делать, потому что заседание Думы – это открытые заседания. То есть вопрос открытости все равно должен сохраниться. То есть будут трансляции вот эти. Ну, не трансляции, а просто… Мы говорим, что не трансляции, но, во всяком случае, это открытые заседания, где, в принципе, любой желающий может прийти и слушать. То есть, да, это неважно, 60 депутатов, 15 или 3. Или 3, да. То есть те установки, которые по отношению к Думе, они остаются в силе. И также компетенция, вот принятие обязующих норм, административные акты. И я хочу сказать, что вот на долю председателя Думы очень много таких обязанностей, личных обязанностей, не просто как председатель Думы, а много рассмотрения вопросов по отношению к заявлениям граждан. Да, ну вот о заявлениях, может быть, еще чуть-чуть попозже. Но вот вы говорили, я помню, в эфире, по-моему, в телевизионном вчера, говорили, что, в принципе, было бы неплохо, что время администрация взяла на себя такую смелость и все-таки утвердила бюджет, тем более, что он уже принят. Да, но мы знаем, что когда идет обсуждение бюджета в Думе, ну, когда Дума работает, и депутаты, там предлагаются какие-то поправки, да, юристы могут внести свои коррективы. Как сейчас может? Совершенно верно. Что самое важное, чтобы в том или в другом виде был бы рассмотрен бюджет, он может и не быть таким, каким он проходил через комитеты. Он может быть с поправками и с пояснениями. Но важно, чтобы такой документ, мне кажется, все-таки был бы рассмотрен. Не обязательно надо принимать то, что уже было. Но главное, чтобы был такой документ принят, это такая правовая стабильность и ясность в ситуации. Но временная администрация имеет право бюджет принять. Совершенно верно. Своими подписями. Совершенно верно. И дело только в том, ну, есть ли у них такой мандат и есть ли, ну, такая договоренность. Мы не знаем, с какими задачами, скажем, неформальными задачами. Но у них же есть свое начальство, министры, полиции. Совершенно верно. У каждого есть свой министр, у министра есть своя партия. То есть мы видим, что, в принципе, если мы смотрим по министерствам, представлены три партии. Явно Вену Атыба, Явно Консерва Атыба партия и Атыст Ибай партия. То есть, ну, так что три партии, можно, через министров представлены. Но при этом это те три партии, которые в предыдущей Рижской Думе дали оппозиции. Совершенно верно. Это те три партии, которые в оппозиции. Насколько это вообще, на ваш взгляд, является правильным, что была выбрана одна коалиция изначально? Ну, знаете как, правильно, неправильно дело в том, что, если мы посмотрим, ну, можно сказать, что позиция, свою власть потеряла тем, что начались исключения депутатов и тем самым потеряли большинство. С этого все началось. Да, ну, в принципе, если так посмотрим, в ретроспективе, это прошлый год май, когда из согласия были исключены четыре депутата. И тем уже, ну, осталось из 32 мест, скажем, депутатов 28, да. И можно сказать, что вот в этом и началась нестабильность. Тогда был, ну, с поста мэра уволен господин Турлайс. И вот, скажем так, все это турбуленция. Нестабильность не началась, когда уволили господина Ушакова? Ну, господин Ушаков успел избраться в Европарламент. И тогда его в апреле отстранили министр Пуция. Я думаю, с правовой точки зрения, это абсурдная ситуация, потому что, мне кажется, что такое отстранение, как дисциплинарное взыскание против политического должностного лица, ну, вообще по закону неуместно. Ну, и все-таки по теории это избранная власть. И ведь и министр, и мэр участвуют как конкуренты в политическом процессе. И как бы административными рычагами один конкурент просто убирает не в политической борьбе, в дискуссии через избирателя, а просто административным решением. Что само по себе, наверное, неправильно. Да, и вот вы, может быть, слышали, что вот именно эксперты, которые были здесь в Латвии, и, может быть, это прозвучало больше об административно-территориальной реформе. Но в том числе, скажем, и у меня была с ними беседа, и мы говорили именно об этом отстранении, что оно все-таки, ну, по законам демократии, незаконно. И еще в чем суть ведь, что суд отстранили в прошлом году в апреле, а суд назначен только на февраль месяц. Если он не был бы избран, тогда получилась бы ситуация, что человек со всеми ограничениями должностного лица никакой другой работы делать не может, и зарплату получать не может. И это нонсенс. Это нонсенс. Это, кстати, тоже говорит о наших судах. Даже сейчас, я понимаю, какой будет результат, но вот сейчас будут неочередные выборы. И обращение в конституционный суд совершенно их же не откладывает. Совершенно верно об этом у нас было. Я сам шел именно в парламент и дискутировал про эти избирательные нормы. И именно об этом говорил, что пункт первый, что правосудие, оно важно вовремя и в конкретном месте. А потом уже, это уже несправедливость, это фикция, формальное решение, которое ничего, в принципе, не влияет. Потому что вернуться после выборов депутаты не могут. Ну вот это, кстати, был один вопрос. Мы задавали господину Добровскому вчера в эфире. Если вдруг действительно конституционный суд встанет на сторону партии согласия, скажет, что распуск думы был неправильным, незаконен, а при этом уже пройдут перевыборы и будет новая депутатка, чтобы... Ничего. 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 Это будет формальное, формальное просто решение. Ну, может быть, кто-то сможет думать о том, чтобы, может, через европейский суд добиться каких-то компенсаций. Это единственное, что может быть. Это единственное. Но ведь в политике важно не денежное выражение, а именно, скажем, это оппозиция политическая, которую ты представляешь. Поэтому здесь тоже очень, как сказали, правовой вакуум в этой ситуации. И об этом уже было известно и ранее. И есть другая ситуация. Скажем, сейчас идёт территориальная реформа. То есть два каких-то, скажем, края соединяются. Если сейчас уволить думу одного края и сказано, что будет на пять лет, скажем, то вопрос, а что, больше выборов в этом крае объединённом не будут происходить? Очень хороший вопрос. То есть это показано, что это действительно норма принята только по отношению к городу Риги. Да. Да. Вот, может быть, ещё вернёмся и к юридическим вопросам. Всё-таки, говоря о работе Рижской думы, может быть, поясните чуть-чуть рижанам, какие ваши обязанности как исполнительного директора. Многие не знают, что вы, ну, если так говорят простым языком, главный, не знаю, администратор или чиновник. Ну, можно так сказать, да, если так смотреть, да, я главный администратор. И в моих обязанностях, в принципе, идёт то, что надзирать за исполнением всех решений думы, следить за этим. Чиновники-то продолжают работать, чтобы люди понимали. Совершенно верно. Я уточню, что чиновники, они на государственной службе. Да, конечно. У нас все по трудовым договорам работают, у нас нет чиновников. Но, попросту говоря, конечно, это чиновники. Да, но они продолжают работать. Да, все продолжают департаменты, продолжают. Социальная помощь оказывается, трамваи курсируют. И в этом плане никаких проблем нет. Вот, может быть, ещё такой вопрос. Я думаю, что вы, наверное, согласитесь, что очень много жалоб поступает, естественно, по вопросам, связанным с управлением недвижимостью. Да, Рига Снамова, Павел Однекс. Раньше многие, естественно, недовольные жители добирались до депутатов, если так можно сказать. Им высказывали какие-то жалобы. Да, что сейчас будет происходить? Насколько у вас есть возможность всё-таки, ну, оперативно-неоперативно реагировать на какие-то, там, не знаю, вопиющие факты? Там, не знаю, крыша течёт, ещё чего-то годами не делается? Да, это очень трудный вопрос, не только для меня, но для всех жителей, потому что я думаю, что претензий набралось очень большое количество. Если вот так рассматривать ежедневную почту, то, скажем, половину от всей почты составляет жалобы на Рига Снампарвальднекс. И начиная с 1 января исполнять эти обязанности, ну, я скажу так, что хотелось бы сказать, что или волосы дыбом стоят, или руки опускаются, одно из двух. Читая эти жалобы, скажем, но нет, руки не опускаются, и надо продолжать работать. И я пытаюсь вникнуть в каждую жалобу. Есть, конечно, где мы видим то, что, может быть, Рига Снампарвальднекс прав, но то отношение с каким? Коммуникация, да? Коммуникация, скажем, ну, довольно отвратительного вида, то есть такое высокомерие, скажем, и нежелание вникнуть в ситуацию. Можно отказать, и часто надо отказывать, но как это делается? И, скажем, вот вопросы по счетам и про произведенным ремонтным работам, то, что сейчас актуально, да. И, конечно, это, ну, мне кажется, большой бюрократический аппарат, который, скажем, ну, не занимается тем, чем надо. И мне кажется, что там слишком много людей, которые, наверное, не знают, чем заняться. В народе говорят, что вот эти вот местные участки, которые еще остались, их называют уже кабинетами психотерапии. Почему? Поскольку у них нет реальных полномочий, нет финансов. Люди приходят, они говорят, ну, вы не волнуйтесь, едьте туда на ЧАКО, там и решайте свои вопросы. И вот это то, что нам надо серьезно переговорить и поменять, потому что, действительно, средства и как помочь людям у них очень мизерные, то есть все собрано в белый дом, можно так сказать, и мне кажется, это очень неправильно. Это очень неправильно. И в 2010 году, когда мы начинали и соединяли одно предприятие, ведь главное было то, чтобы не было задержек по подключению к отоплению. Как мы помним, тогда еще были проблемы. Эта проблема как бы решена. Но появились другие. Вот этот большой бюрократический механизм, который долгое принятие решений, бумажная волокита, вот это то, что, мне кажется, съедает и силы, и, скажем, вот это то, что я сказал, отношения. Вот не могу вас не спросить, все-таки вы, как представитель чести служит Риги, все-таки тоже политической организации, как вы относитесь вообще к красным линиям? Потому что когда там пытаются в парламенте рисовать красные линии, там хоть есть хоть какое-то обоснование, какие-то идеологические нюансы, там геополитические. Но вот в хозяйственных вопросах мы только что говорим о домоуправлениях. Ну какие там, какая там идеология? Я думаю, что идеология тут может быть только одна. Надо помочь жителям и надо нормальное отношение, деловое отношение иметь. Здесь я скажу так, что мне кажется, что никакой политики нет. Если есть кто-то коррупционер, то мне кажется, что он реально без политической принадлежности. И он должен за это отвечать независимо ни от чего. Так что я здесь не вижу красных линий. Зато мы видим звонки радиосуществ. Одевайте, пожалуйста, наушники. Будем их принимать. Доброе утро. Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте. Доброе утро. Анатолий. Опять по поводу Регасного парламента. Если есть такая возможность все-таки как-то разъяснить и разобраться с ситуацией. Все время в счетах выставляют долги, общий долг дома за неуплату платежей каких-то коммунальных, по квартирам, по всем. Но эти квартиры уже давно проданы другим жильцам. И там живут другие люди. И этих долгов нет. То есть это как бы виртуальные долги на старом хозяине. Но на дом этот долг все равно висит. И эта цифра там по 50-60 тысяч на больших домах показывается в счете как отдельным пунктом, что у дома такой-то долг. Но реально это как бы долг тех людей, которые уже уехали с этого дома. Зачем выставлять в счетах и людям показывать, что есть такой долг? Потому что реально там, которые люди не платят, это может быть там 5 тысяч или 200 квартир в доме. И если можно, пускай сделают проверку в Зембльском предместе, где улица Парклос. Потому что там коммуникация с представителями дома, с управлением этого... А вы можете, может, свой адрес, дом назвать, номер дома? Росос-14. Спасибо. Я вопрос понял. Росос-14, да. Я вопрос понял. Да, проблема долгов бывших собственников, это большая проблема в том, что не вовремя начаты процессы по взысканию долгов. И часто вот именно держатели квартир действительно не регистрируют себя в земельной книге. Поэтому в свое время было предложение, чтобы действительно невозможно было бы поменять собственные квартиры без уплаты долгов, во-первых. То есть с этой суммы продажи, во-первых, ушел бы долг. Ну да, законодатель не прислушался. И сейчас действительно часто не регистрируют, и в том числе вот именно банки так делают, что не регистрируют на себя, а квартира отапливается, все. Увы, но эта недвижимость без изменения закона будет очень трудно. Но, во-первых, надо очень следить за долгами, чтобы при первой возможности уже обращаться, чтобы не допускать, не копить эти долги. И в свое время было такое, ну что более трех месяцев за должность, значит, надо идти сразу уже в суд. Еще говоря, может быть, о городском бюджете, все-таки вот на Ваше взгляд, вот его принятие, не знаю, позволит улучшить, может быть, социальную помощь, или выполнить какие-то программы, там, не знаю, утвердить директоров школы, там, я так понимаю, что целый ряд проблем. Ну, бюджет, скажем так, был запланирован в бюджете дополнительные средства, скажем, на посадку деревьев, на улучшение парка, реновации парка Эспланадес, который в центре города, да. Ну, как я сказал, внутриквантратальные работы, тоже было бы уверенность, если бюджет был бы утвержден, хотя в рамках 1.12 мы можем тратить деньги, было бы тогда увеличено пособие на рождение ребенка. Ну, это вот то, что конкретно связано с бюджетом. Еще есть некоторые программы, но в целом, в принципе, ну, это была бы уверенность, но работы все равно надо производить, чаха улицу надо ремонтировать, мосты Дегловас и Браса-Стылс надо все равно делать, независимо от того, что есть бюджет или нет, потому что деньги есть. А с юридической точки зрения, если сейчас будет принят бюджет, новоизбранная Дума, придя, она будет вынуждена работать по нему? Совершенно верно. Она не будет права изменить, даже если они будут не согласны. Изменить она может, но невозможно паровоз повернуть спять. Да. То есть, конечно, так же, как и каждый бюджет, и после выборов, выборы происходят в середине года, обычно в июне, приходит новая Дума. Пока коалицию создадут, еще месяц уйдет. Да, и все равно, значит, это как, ну, по закону они продолжают с тем же бюджетом работать. Мы видим и в правительстве, так же, когда происходят выборы, а потом правительство. Конечно, в каких-то рамках можно поменять, но нельзя остановить те вещи, которые уже начаты. Да, вот еще говоря, в принципе, о политическом процессе. Ну, сейчас такая уникальная ситуация, во-первых, потому что Дума распущена, во-вторых, потому что выборы уже через два месяца. Ну, то есть, все это будет очень быстро. Нет ли у вас опасений, ну, учитывая у вас большой политический, административный опыт, что вот эта придуманная кампания превратится, не знаю, в соревнования... По обещаниям. Да, таких фантастических иногда. Уже есть миллион деревьев. Мы уже смеемся, что кто-то... Так много вообще деревьев нету. А да... Из серии. А кто проверит? А кто проверит? Мы не могли не обещать. Да, два миллиона деревьев. Кто говорит больше? Как аукцион? Конечно, конечно. Но это на каждые выборы есть риск, что эти обещания, скажем... И мы видим же предыдущий обещательный процесс выборов в парламентах, но две трети депутатов в парламенте сменилось. Но чисто на уровне обещаний. Нет ли чувства скорби или сожаления сейчас, ну, кто его знает. Никто, мне кажется, так не измерял. Но, конечно, это процесс обещания, и избиратели должны быть бдительны к реальным обещаниям. К реальным обещаниям. Ну да, потому что есть опасность, что только не обещать. Всем бесплатный проезд. Кто-то уже пообещает даже доплачивать за то, что ты зашел в троллейбус, тебе еще доплатили, да. Ну, как мы знаем, в Таллине есть бесплатный транспорт. Я своим коллегам спрашивал, что они будут делать на следующих выборах. В этой ситуации? Да. Нет, ну, сейчас, когда мы видим, насколько большие затраты, проанализировать вопрос, возможен ли бесплатный проезд, есть место поанализировать, то есть отказаться от, скажем, Ригас-карты, от тех затрат, от контрольных мер, а тем самым, может быть, уменьшить транспорт в центре, и, то есть, где долго стоит автотранспорт, да, то есть, потому что у нас проблема в том, что, ну, загрязнение воздуха именно тоже в центральной части города, то есть, как-то убрать транспорт, который засоряет с центра, об этом можно дискутировать. Это такая тема, которая требует дискуссии, и обсуждать это возможно, мне кажется. Да, вот наши радиослушатели по системе WhatsApp, у нас тоже она работает, можете писать, спрашивает, ну, вот жалуются на плохие дороги в Риге, ну, и сравнивает их с Елговой, Добылой и Марупой, где они гораздо лучше, но, наверное, то количество транспорта, которое передвигается по Добылой и Марупой, наверное, с Ригой не сравнит, но, тем не менее, в центре мы тоже видим эту ситуацию. Но, с другой стороны, в тех городах чуть-чуть, наверное, поменьше бюджет, хотя была программа транзитных дорог, а где в этих городах, где был транзит, что-то и поддерживало государство. Но я скажу так, что у нас сейчас главное, это действительно улица Чака. Может быть, медленно иногда делаем, потому что мы также, как и, скажем, Бривипс улица, хотим сначала поменять коммуникации, и вот сейчас на очереди Брунинеку улица, где теплотрассы, сейчас Рига-Суден сделает, и потом будем асфальт делать. То есть, чтобы не было такого, что старые коммуникации внизу, асфальт положили, и через месяц все вскрываем и опять меняем. Но ведь улицу Чака, мне кажется, ремонтируют уже не первый и далеко раз после последних годов. Чака улица – это такая горькая история, потому что действительно это еще раз вопрос о коммуникациях, но в этом году планировано вот на следующем месяце заявить закупку и на этом году делать улицу Чака. Еще одно, то, что это Скутес-Парвац, это через железную дорогу, Сар-Кандауго, Вестуру-Проспект, который тоже на очереди, который ждет, чтобы мы его делали. Давайте мы примем еще один звонок. Еще один звонок успеем принять. 612-939, телефон прямого эфира. Да, доброе утро. Слушаем вас, пожалуйста. Алло. Доброе утро. Слушаем вас. Доброе утро. Я просто звонил, Анатолий говорит, вы немножко не поняли по поводу этих долгов до конца. Да. Люди заселились новые, эти квартиры уже оплачиваются новыми людьми. А долг остался на старых хозяев? А долг, если делаешь запрос в Рига с новопарванных, на этой квартире, допустим, долг 10 тысяч от старого хозяина. Совершенно верно. Да, я вас, Анатолий, понял. То есть, дело в том, что если на Риге с новопарванных своевременно начал бы взыскать долги с предыдущего хозяина, это первый пункт. Во-вторых, нельзя было, если изменения в законе приняли, тогда нельзя было переоформить квартиру без уплаты долга, то есть, потому что в этой сделке деньги участвовали, это пункт второй. Ну и третье, все-таки, это недвижимость. Недвижимость, все-таки, и долг на недвижимость, ну, как бы идет за недвижимость. Да, вот три пункта, которые... зачем указывать его в счете, зачем указывать его в счете для общих жильцов? Это внутренние, как бы, инкассация денег для Рига с новопарванных, и зачем жильцу? Ну, это вопрос, наверное, коммуникации, да. Вот, спасибо. Еще такой вопрос, очереди в садиках, вот люди жалуются, что случилось с мостом в аэропорт? Не скажу насчет моста в аэропорт, но насчет садика, вот в этом бюджете тоже было заложено ремонты, чтобы, скажем, помещение, скажем, там, где в школах можно сделать, чтобы было 500 новых мест в садиках. То есть, это тоже вопрос бюджета. А 500 было бы достаточно? Нет, это, конечно, недостаточно, и мы видим проблему в том, что много людей, декларируют место жительства, скажем, одна семья, делится на двое, то есть, отец, скажем, декларирует в Риге, мать за Ригой, ребенок тоже в Риге декларируется, чтобы получить это место в садике. То, что было сделано сейчас, и не ожидая бюджета, было увеличено зарплаты педагогам в детских садиках на 100 евро, потому что мы реально конкурируем с нашими коллегами, соседями в властях около Риги, которые делают намного больше зарплаты, и тогда мы реально конкурируем на места педагогов. Поэтому, да, действительно, вот сейчас, не дожидаясь бюджета, уже с 1 февраля, извините, были повышены зарплаты педагогам детских садиков и социальным работникам, потому что, действительно, нехватка кадров вот в этих отраслях, оно реально уже проблематично для выполнения функций, и мы уже говорим о том, чтобы как-то перераспределять эти должности, и действительно, мы можем отремонтировать садики, мы можем отремонтировать ясли, но вопрос в том, кто там будет работать. Вот это сейчас, сегодняшний вопрос главный. Еще такой вопрос, не знаю, насколько это сейчас актуально в контексте новой думы и так далее, но если в начале своей работы дума согласия, коалиция согласия и честь служителей региона сильно работала еще на экологию города в том плане, что делала велодорожки, их строилось огромное количество, то за последние 3-4 года, насколько я понимаю, ни одной не было построено, планировалась одна, но не была принята, потому что там общее состояние дороги было недостаточно, неудовлетворительным на мосту, одном из мостов. Но сейчас, конечно, это вот мост, который у нас салутилдс ремонтируется, там есть эстакада под мостом, связан с обеих сторон. Была речь о том, чтобы по муку салу с улицы было связано, променад, и также с луцов салой был бы сделан. И, конечно, такая одна мечта была, которая иманта, иманту связывала бы с Болдераей, и в том числе был бы этот болдерайский карьер связан для, ну, как зона рекреации. Да, но действительно, немножко планы остановились, я хочу все-таки напомнить, что уникальная ситуация в этом году была с бюджетом, не только с увольнением думы, но в первый раз фонд выравнивания был использован как такая дубинка против города Риги по поводу бюджета, где законом было изъято из рижской городской бюджета 38 миллионов, ну, потому что, скажем, задолженность по покупке трамваев и инвестиций Рига с Сатексом была вложена в консолидированный государственный бюджет, и тем самым 38 миллионов было изъято из городской кассы в пользу центрального правительства. Это тоже такой вот уникальный момент. Фактически дискриминация всех рижан по большому счету. Да, конечно. Не витерической думы, а рижан. Да, вот видите, это было связано с инвестициями в общественный транспорт этих миллионов, да, и ведь другие предприятия в государстве тоже как бы осложняют ситуацию со своими инвестиционными политиками. Получается так, что мы не можем никаких льгот делать как бы рижанам, потому что мы столица, а с другой стороны именно из платежщиков налогов городского, рижан, изымается 38 миллионов. Ну, как бы, мне кажется, все-таки несправедливо. Да, вот сейчас как раз готовится новый закон о самоуправлениях, может, предыдущий считает, что устарел. Что-то про Ригу там тоже обещали сделать, но с вами, я так понимаю, никто даже не консультировался. Ну, сейчас появился только не закон, а информационное такое сообщение, которое будет там и говорится об особых функциях города Риги, но я скажу, там ничего такого нету, потому что было уже несколько попыток, несколько министров делать регулирование столицы, и все останавливается при том, что столичные функции должны от государства софинансироваться. И как мы говорим о финансах, так на этом любой закон останавливается. Мне кажется, что важнее не говорить о столице, а как уже в современной Европе и в мире говорят о метрополии. То есть это Рига, это не только граница, вот мы видим знак Рига, нет, вся инфраструктура, скажем, и та же самая Рига Суденс, или публичный транспорт, это же идет за пределом Риги. И вот как это все решать, скажем, вот когда мы говорим парк и райд, это вот эти парковочные остановки. Оставил машину и поехал дальше в центр. Все думают, что это в Риге. Нет, я считаю, что по-другому это может быть. И так же, как люди в Тухумс едут, они останавливают машину на вокзале, приезжают в Ригу, садятся в общественный транспорт. Вот это, это значит метрополия, там, где должен быть закон, скажем, или человек оставил машину в Царникове или в Саукростах. Вот это, тогда мы понимаем решение проблемы метрополии. А мы хотим то, вот в Риге вы построите парк и райд, а может быть в Риге не надо, надо вот именно в адажах и связь публичного транспорта. И вот в этом контексте мы тогда можем говорить, а где же эта морковка, почему должен человек садиться в публичный транспорт. Вот в контексте можем говорить об экономическом методе. А если он был бы, может быть, всё-таки намного дешевле, да, мы его датируем всё равно. Если мы смотрим, что 27% только едет по полной стоимости, потому что мы всем школьникам, всем студентам, которые, скажем, даём скидку, независимо от того, где он декларировал место, то есть мы уже эту столичную функцию в принципе несем, независимо от кто где декларирует. То есть, может быть, надо идти дальше. А вас не смущает или не пугает тот факт, что Латвия уже давно является по сути страной одного города. То есть у нас есть Рига, где очень много денег, очень много каких-то процессов происходит и большая часть людей так или иначе стремится. Или живёт в Риге, или живёт в Риге. Я не скажу, что Рига, вот Аирийский, можно сказать, округ. То есть Рига и у Риги вот эти новые посёлки, жилые, да. Но там люди живут, чтобы работать всё равно в Риге. Да, но мы же всё равно понимаем, что они как-то поедут в Ригу. Ну просто в том плане, что, скажем, города Владголов, Курзом, Занголов, они пустеют. Да, это вымирает. Да, увы, и вымирает, и это, конечно, мне кажется, довольно прискорбный факт, что там остаются только, скажем, закрывают школы, и, мне кажется, начальные школы, вот что плохо, потому что, мне кажется, что начальная школа. И мы даже видим это в Риге, что, скажем, это опять, мы дали бесправятный проезд школьникам, что получилось, что люди, школьники в среднюю школу пытаются ехать в центр, в другую школу, и местная школа как бы вот как и... Долу пустеет, да. Пустеет, и уже заполнение средней школы, вот это как бы минус может быть. Но с другой стороны, самое лучшее, это хорошее образование, да, и мы не можем сказать, что люди, ну, не ездите, вы едите туда или туда. С хорошим образованием, да. Да, увы, но мы должны согласиться, что есть где-то получше, есть похуже, хотя бы в головах родителей, они делают этот выбор, в какую школу, и, конечно, это пустеют, и так же и наши, скажем, в микрорайонах средней школы. У нас, к сожалению, время уже подходит к концу, вы сказали, что вам надо будет пораньше уходить, но может быть, напоследок, последний вопрос уже, чтобы подвести какой-то итог нашему разговору, вы на будущее Риги, в связи с этим, предыдущий год, можно сказать, вот начиная с апреля, он проходил в таком постоянном потоке разных кризисов, то политических, то экономических, то там еще каких-то хозяйственных... Знаете, хорошая вещь, хотя бы мексиканский сериал закончился. Вы считаете, что он закончился? Вы считаете, что после перевыборов уже стабильность? Я думаю, что все-таки будут выборы, будут выборы, мне кажется, что уже люди устали от этих передряг, кто там прав, кто не прав, кто виноват, кто пришел, кто ушел, мне кажется, избиратель поставит все пункты, точки над И, и будет ясно. Я думаю, что так или по-другому будет выборная власть, и я думаю, что избиратель это человек, который думает, и я надеюсь на это, и поэтому будет все хорошо. Да, отличная точка.